Двор стал местом публичного, стал местом для дискуссий, для споров, для обсуждений. Которые переносились с кухонь, каких-то закрытых квартир, непосредственно в публичное пространство. Потому что жители общались друг с другом, знакомились, иногда позитивно, иногда негативно. И то, что они производили, этот дискурс, он влиял на мнение. И если бы все мнения, предположим, стали негативными, то площадки бы не возникло. И в этом плане этот дискурс имеет вполне себе практическое материальное приложение. Достаточно ожидаемым моментом оказалось недостаточное вовлечение жителей непосредственно в материальную часть работы. То есть основную работу на себя брала группа активистов из Минской урбанистической платформы, так и приглашенных людей, которые постоянно участвовали в строительстве и непосредственной работой с площадкой, с пространством. И мы на этом моменте поняли, что необходима какая-то постоянная работа с жителями, постоянные попытки каким-то образом заблечь их на площадку, будь то чисто информационные попытки, такие как развешивание афиш, до каких-то праздников двора, возможно, которые в данном случае могли бы иметь вполне себе практическое применение в виде одного из способов привлечь жителей на эту территорию. Почему пешеходный двор? Потому что именно пешеходное пространство, а не пространство транзитное, не пространство, заставленное машинами, могут выполнять эту функцию публичных пространств. И здесь мы как раз пытаемся возродить вот эту изначальную функцию дворовых пространств, как пространство публичных. И если это заработает, это будет идеальный результат этого проекта, и мне очень хочется в это верить, конечно. Продолжение следует...